Здравствуйте, эфир телеканала СКАП продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Стало известно, насколько увеличились выплаты на рождение третьего ребенка. В этом году их размер составит 10 868 рублей в соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство. В 2020 году на 3% будут проиндексированы отдельные меры социальной поддержки с федерального бюджета, в том числе ежегодная денежная выплата донорам, компенсация гражданам, ставшим инвалидами вследствие возникновения поствакцинальных осложнений, пособия детям, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов, погибших при исполнении долга. Ручей зимой прямо на улице. Жители нескольких домов по улице Аврак-Артек в Самаре рассказывают о необычной ситуации. Из-под земли бьет питьевая вода. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Посередине зимы течет ручей, и это питьевая вода, рассказывают жители улицы Аврак-Артек. И так с конца октября. Все это безобразие, продолжают местные жители, еще ни на один день не прекращалось фактически. Хочу отметить особое внимание, что этот колодец здесь является пожарный гидрант, который обеспечивает безопасность ближлежащих домов. У нас уже были случаи возгорания жилых домов. В одном случае дом не удалось спасти, сгорел полностью, другой частично. Поэтому на сегодняшний день обеспечить пожарный безопасность ближлежащих домов составляется возможность. Из-за того, что к этому пожарному гидранту уже нет доступа. Уже прошло более двух месяцев, но до сих пор никакие работы не проводились. В диспетчерской службе нам отвечают, что наша заявка зарегистрирована и отдана на рассмотрение в цех. В цеху не нашли еще времени для того, чтобы приехать и выполнить работы по устранению утечки воды с данной трубы. Люди обращались во все возможные инстанции. Результата нет никакого. Одни отписки, обещания. Данный водовод является обеспечением холодной воды жителей нашей улицы. На этой трубе сейчас питаются 16 жилых домов. Дежурная бригада, которая приезжала, откачала воду и сказали, что да, там есть небольшой прорыв в трубе. Надо производить земляные работы и сварить эту полиэтиленовую трубу, по которой сейчас происходит водоснабжение жилых домов. Но до сих пор еще проходит якобы согласование на земляные работы. Но мы здесь видим, что здесь не надо ни проезжую часть вскрывать, ничего. Тут очень удобное место для того, чтобы быстро провести земляные работы и устранить данную неполадку в водяной трубе. Местные жители боятся, что этот ручей потихоньку перейдет и в весну. И все же еще надеются, что проблема будет решена. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Под Самарой гранатометчики остановили наступление врага на полигоне у поселка Рощинский. Бойцы Центрального военного округа провели стрельбы с гранатометов боевыми снарядами. По сценарию, условный противник на бронемашинах попытался прорвать первую линию обороны и занять плацдарм. Враг был остановлен массированным огнем гранатометов. Стрельба велась дистанции 150 тысяч метров. Таким образом, пехота отсекалась от боевых машин. В учениях участвовало порядка полутысячи военнослужащих. Молочные продукты со сверхзвуковой скоростью. Обнаружены партии молока и сыра, преодолевшие за одну минуту 8 тысяч километров. Сверхскоростную молочку выявили с помощью анализа данных о деятельности одной из фирм. Так выяснилось, что по электронным ветеринарным документам молочная продукция вышла из Приморского края в 12 часов 35 минут. И в тот же день прибыла в наш город в 12.36. На этом чудеса не закончились. По документам, в этой фирме из 62 килограммов ультрапостерилизованного молока произвели более 19 тонн полутвердых сыров. Уже выписаны штрафы более чем на 650 тысяч рублей. Выдано 25 предписаний на отзыв декларации на готовую молочную продукцию. В новогодние праздники в регионе вывезли около 20 тысяч тонн мусора. Работа в этом направлении шла в штатном режиме, без коллапсов. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Всего 29 звонков. Именно столько жалоб от жителей области поступило в колл-центр по поводу невывезенных твердых бытовых отходов. Одним словом, мусорного коллапса удалось избежать. Ведь год назад ситуация была куда печальней. Если сравнивать с предыдущим годом, колоссальная разница ощущается. Потому что 29 звонков и 460, вы сами понимаете, разницу. Вопросы были по оплатам. Все хотели оплатить до Нового года все свои долги по платежам. Касаемо невывоза мусора, звонков было очень мало. 29 зафиксировано только. В этом году процесс вывоза мусора провели точно по графику. А это значит, даже в новогоднюю ночь работа не останавливалась. За 8 дней новогодних каникул вывезли почти 20 тысяч тонн мусора. Задействовали порядка 400 единиц техники. Было совершено почти 500 рейсов. Проблема, с которой сезонно мы сталкиваемся, это проблема припаркованных автомобилей, которые располагаются возле контейнерных площадок, возле мест накопления. Понятно, что это проблема города. Мало парковочных мест, длинные каникулы, люди ставят машины возле дома, возникают сложности. Но в этом году очень оперативно работали с органами местного самоуправления, быстро связывались с дежурными. В администрациях районов выходили на руководителей управляющих компаний, находили жителей. Поэтому в этом году без особых срывов. Стоит отметить, слухи о повышении тарифов на вывоз мусора сильно преувеличены. В текущем году стоимость этой услуги не изменится, заверили представители рекоператора. А те, кто уже готов расстаться с главным атрибутом Нового года – елкой, призывают складывать ели и сосны у мусорных контейнеров. Их отвезут на специальную площадку, где утилизируют. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Стали известны результаты итогового сочинения, которые писали выпускники региона для допуска ГИА. По данным регионального правительства, большинство школьников – 13 761 человек, а это 99% – успешно справились с заданием. Однако нашлись и те, кто не смог получить зачет. Пересдача предстоит 134 выпускникам. Стоит отметить, что наиболее популярной темой сочинения в этом году стало «На какие жертвы способны он или она ради любви?» На втором месте оказалась тема «Верно ли, что надеяться можно только на себя?» Ищут грабителей. Двое юных парней совершили налет на продовольственный магазин, ударили продавщицу и похитили из кассы 3,5 тысячи рублей. После чего сбежали. И бежали долго. Камеры наблюдения сопровождали их по улицам Тольятти. Полицейские установили их приметы и теперь похитителей. Ищут практика показывать, что вряд ли молодым людям долго удастся скрываться от следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». В Самаре пройдет благотворительная акция «Рождение добра». В храме Кирилла и Мефодия соберутся дети с ментальными нарушениями, а также обычные ребятишки. Их ждет большая, интересная и насыщенная программа. Катание на лошадях, спектакли, сказочные представления и, конечно, подарки. Более подробно рассказали организаторы на пресс-конференции. На акцию «Рождение добра» приглашены 250 детей с ментальными нарушениями из разных городов и районов Самарской области. Это как ребятишки из обычных семей, так и из специализированных детских учреждений. В ней примут участие и обычные здоровые дети. Просто гости, а также участники творческих коллективов. Кроме того, волонтеры, представители общественных организаций. Акция проводится по благословению митрополита Самарского и Новокуйбшевского Сергия. На пресс-конференции организаторы рассказали, что ждет маленьких участников, а также для чего она проводится. Приходят на наши мероприятия люди, они удивляются, потому что идут они оказать жалость. Идут они поддержать, ну ладно, посмотреть на вот даже прям дословно, на инвалидиков. Браслезиться, отдать дань, поставить галочку себе в карме. Вот за этим идут. А уходят вот с такими широко открытыми глазами, с раскрытым сердцем и пониманием того, какой мир огромный, как Бог нас любит через вот этих детей. Мы надеемся, что с помощью и церкви, и с помощью благословительных организаций мы сможем людям рассказать о правильном отношении. Можно даже сказать, что преодолеть этот барьер. Действительно, потому что это в голове у нас барьер. И это там от жалости и сюсюканье до попыток задарить просто подарками или оказать ненужную помощь до того, что вообще полностью непренебрежение, неприятие. И мы вот надеемся, что наши совместные труды какую-то частицу нового взгляда в наше общество принесет. Дети получат сладкие подарки и развивающие игрушки. Для всех собравшихся приготовили театрализованное представление. Кукольный спектакль, выступят творческие коллективы, в которых примут участие и сами дети с ментальными нарушениями. Волжские казаки также приготовили подарок. Катание на лошадях и общение с этими умными и благородными животными. Казаческое сообщество, которое возглавляет сосед Сергий Гусеников, настоятель храма Кирилла и Мефодия, предоставляет лошадей, повозки, разных, где можно соприкоснуться. Ипотерапия – это одна из методов реабилитации для наших особенных детишек, поэтому они это очень любят. И это очень полезно, потому что у нас не только праздник, и не столько праздник, но что имело эффекты, в том числе и оздоровительные. Акция пройдет в культурно-просветительском центре Кириллица. Начнется она в 10.30 с катания на лошадях. Максим Остриков... Что хорошего ждать от наступившего 2020 года и какие опасения он же приносит? С таким вопросом наша съемочная группа обратилась к жителям Самары – студентам, пенсионерам, людям, работающим и чиновникам. Ответы выслушал наш корреспондент Максим Остриков. Молодости свойственен, здоровый оптимизм и вера в лучшее. Большинство опрошенных молодых людей, в особенности студентов, ответили, что ждут положительных эмоций. В 2020-м в разы будет их больше. А бояться, я думаю, мы ничего не боимся. Идем с уверенностью вперед за победу. Кто-то рассчитывает на повышение доходов. Есть и такие счастливчики. В должности повышение. Повышение зарплаты. Как вы думаете, это реально? Ну да, я думаю, это реально. Люди на государевой службе думают о главном, о хлебе насущном. Ждут хороших результатов. Работаю в медсельхозе хороших урожаев. Замечательно. Кто-то беспокоится о делах приземленных, но от которых никуда не деться. Ну, пробок, чтобы меньше было, наверное. Чтобы снег вывозили иногда хотя бы. Ну, чтобы он не весной таял, как обычно у нас это происходит, а чтобы вот он выпал, его немножко убирали. Ну, а те, кто имеет большой жизненный опыт и простые, житейские проблемы, беспокоят вопросы денежные. И опасения уже традиционные для ряда лет. Высоких цен на жилье, на ЖКХ, услуги и на продукты. Опасаемся повышения цен на коммуналку. Столько цен, конечно. Мы ждем от того, чтобы стала стабильность какая-то. А хорошего чего ожидаете? Хорошего? Вот воспитываем внука. Надеемся, что внук вырастет в этом году, пойдет, уже будет ходить. Цены, конечно, пугают, но в любое время главной, не ценой, а ценностью, всегда остается семья и дети. Это и главная радость, и главная забота. И все остальные с ними так или иначе связаны. Максим Остриков, Дню Тривукин, СТВ. Выйдут из отпуска. В понедельник крылья Советов соберутся в Москве, где пройдут медицинский осмотр. После этого самарцы отправятся в турецкий Белек. Там с 15 по 26 января пройдет первый учебный сбор. Наша команда проведет два контрольных матча. 21 января соперником самарцев станет Юрмальский Спартак. 25 января крылья Советов сыграют с клубом «Богемиан» с Прага 1905. В Самарской области прогнозируют похолодание. Температура опустится уже в ночь на субботу до минус 11 градусов. Днем же воздух прогреется до минус 3 градусов, минус 8. Такую же погоду Синопске прогнозируют и в воскресенье в оба выходных. Пройдет небольшой снегопад, при этом будет дуть южный ветер. Со скоростью 5-10 метров в секунду, возможно, гололенец. Пятница. Самое время задуматься, как провести эти выходные. Чтобы не ломать голову, специально для вас культурная программа. Полная интересных событий в рубрике «Афиша». Слово нашему корреспонденту Екатерине Алексеевой. Новогодние каникулы подошли к концу, впрочем, как самая короткая рабочая неделя. Это значит, что наступило время отдыха. Куда стоит сходить, чтобы время провести интересно и ярко все ответы в нашей подборке самых интересных событий с Самары на ближайшие два дня. Все, кто любит народные песни и танцы, приглашают в субботу после полудня на калятки. В рамках святочных гуляний на улице Ленинградской все желающие смогут поколедовать или посмотреть, как коледуют другие. Под музыку ряженные пройдут по пешеходной улице и будут поздравлять и славить прохожих, при этом выпрашивая у них угощения. Такова традиция. Все желающие смогут продолжить праздник на фестивале народных забав «Славянская зима». Здесь гостей будут радовать не только песнями и танцами. В программе традиционные игры и хороводы, молодецкие забавы, битвы на мечах, кулачий бой, чай самоваров и выставка ярмарка народных промыслов и ремесел. В субботу и воскресенье в Самарском оперном театре покажут балет по поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Татарский хан Герей напал на замок польского князя Адама. Княжеская дочь Мария вместе со своим женихом пытаются скрыться, но их путь преграждает хан Герей. Он бросается на суженного героини и убивает его кинжалом. Пораженный красотой Марии, хан забирает ее в свой горе. Там начинаются нешуточные страсти. В воскресенье всех ценителей камерной и органной музыки приглашают на концерт в Самарскую кирху, изысканные виртуозы XVIII века. Перед самарским зрителем выступят музыканты из Москвы, лауреаты международных конкурсов. Александр Лестратов – барочная виолончель, Алексей Шевченко – орган. Они исполнят произведения Баха, Моцарта и братьев Дюпора. В выходные пролетят незаметно. Используйте это время с пользой. До встречи. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok